Юля, начнем давайте с ситуации на фронте. Вот буквально незадолго до нашей с вами беседы Зеленский рассказал о продвижении сил обороны на нескольких направлениях, в том числе в Бахмутском направлении, собирал он командующих разных оперативных командований. И, однако, в то же время, нужно помочь разобраться, в то же время президент Украины заявляет, что Украина пока не готова к наступательной операции, вот цитата с тем, что у нас есть на данный момент, мы можем двигаться вперед и, думаю, добьемся успеха, однако потеряем много людей, я думаю, это неприемлемо. То есть, с одной стороны, может быть такое давление на Запад для того, чтобы быстрее предоставляли оружие, либо же для того, чтобы блефовать и ввести в заблуждение оккупационные силы. Тем временем военкоры оккупантов в Телеграме, вот в разных каналах утверждают, что наступательная операция уже де-факто началась, и там действительно непонимание идет, почему об этом молчит командование, что делать дальше, как реагировать на продвижение вооруженных сил Украины. Помогите разобраться, как вы видите всю эту ситуацию, что уже сейчас происходит. Нет, ну смотрите, во-первых, опять же, я не военный эксперт, но эксперт по панике совершенно точно. У военкоров глаза велики, и это очень характерно, потому что реакция военкоров на то, что всего лишь является разведкой боем, просто speaks volumes, ну, говорит массу того, что произойдет, когда будет настоящее украинское наступление. Я хочу успокоить российских военкоров, когда будет настоящее украинское наступление. Это ни с чем не спутаешь. Вот как говорят врачи, говорят, инфаркт ни с чем не спутаешь. Вот инфаркт точно ни с чем не спутаешь. Наступление последние 70-80 лет начинается с артиллерийского, с артиллерийской канонады. Ну, например, просто я приведу в пример египетские войска, которые в 1973 году перед переходом Советского канала высыпали за 15 минут 100 тысяч снарядов в 155-миллиметровых. Соответственно, понятно, что такое количество снарядов не будет выспано, потому что это сейчас немножечко по-другому, но можно представить себе, что вот в тот момент, когда начнется украинское наступление, вот эти вот дроны, которые пока неспешно летают, и действительно где-то в день выносят по большому крупной российской нефтебазе. И, соответственно, странно себе представить, что наступление начнется прежде, чем все эти нефтебазы будут вынесены. Соответственно, они резко усилятся, и это будут уже не дроны, а это будет, соответственно, хаймерсы по всему, что находится ближе 80 километров, а дальше будут разные другие вещи, включая Storm Shadow по Крымскому мосту. То, что надо понимать, вот то, что англичане дали Storm Shadow, вот называется в переводе означает «прости, прощай Крымский мост». И вот когда все это произойдет одновременно, и, соответственно, вы представляете себе эту ситуацию, когда с одной стороны выносятся некоторые ближние коммуникации и склады, а с другой стороны выносится тот самый Крымский мост, по которому это все теоретически дальше надо снабжать. Вот тогда, ребята, это будет и наступление, и, как я уже сказала, инфаркт ни с чем не спутаешь. То, что имеет место быть сейчас разведка боем, а то, что при этой разведке боем, когда ВСУ всего лишь пробует, а в каком месте удобнее наступать. Российские войска уже отходятся. Это очень много говорит о том, что будет потом. О том, что при этом военкоры визжат как недорезанные, это еще больше говорит. А то, что самый главный наш градусник просто, вот Евгений Свет-Пригожин, генерал Кувалда. Вот то, что генерал Кувалда просто уже рассказывает о счастливом дедушке, который оказывается законченный, простите мне, мою французскую терминологию, мудак. Но вот это такой тоже признак, тоже такой разведочный признак, с которым ничем не спутаешь, потому что генерал Кувалда понимает, что от Вагнера при этом наступлении ничего не останется. И более того, судя по тому, как он себя ведет, у меня есть предположение, что у ВСУ должно в этом наступлении быть некая сверхзадача, которая заключается в том, что нужно как можно меньше уничтожить Вагнера, потому что так, как Вагнер будет вносить всмуту внутри России и готовить, и участвовать в российской гражданской войне, ну, просто круче Вагнера это никто не сделает. Поэтому я вот на месте. Если еще недавно задача заложенного была, конечно, уничтожена, как можно больше Вагнера, чтобы свести вот от той точки кипения, которую мы видим сейчас, то я ни в коем случае никаких советов не подаю, но я вот прям задумалась. Юлия, давайте по порядку, к Пригожину еще вернемся, хотя захотелось бы со Storm Shadow разобраться еще немного. Вот для наших зрителей, да, действительно, напомню, что это дальнобойные ракеты, они позволят уничтожать, собственно говоря, и склады, и базы в глубине. 300 километров Атакамсы, как заказывали. Да, да, да. И вот интересно, Атакамс, значит, несмотря на все просьбы Киева, так пока что до Украины не доехали, пока никто не обещал, однако вот Соединенное Королевство пошло на этот шаг. Как вы считаете, то есть вот раньше, да, много писало западных аналитиков о том, что боятся, что Украина будет наносить удары в глубь российской территории. В итоге Storm Shadow, окей, и Крымский мост теперь под прицелом, и действительно склады в глубине оккупированных территорий, и вот на восток, за границей уже Российской Федерации. Как вы считаете, вот эти изменения с чем связаны? Изменения решительности с чем связаны? У Агаты Кристи есть такая книжка, называется Elephants can remember. Слоны помнят. Так вот, Путин сначала отравил Литвиненко на территории Англии, причем с использованием ядерных компонентов. Потом, если помните, был Скрипаль с новичком, любители посмотреть на Салсберецкий шпиль. А потом, видите ли, англичане запомнили. Они, знаете ли, памятливы. Я бы сказала, такая кармическая история. Да, как раз только прошла коронация, и король говорит дать Украине штормшеду. Нет, одну секундочку. Все-таки король английский царствует, но не правит. Не надо приписывать королю сверхъестественные возможности. А вот слоны помнят. Давайте немножко еще о ракетах поговорим. Опять-таки, подводя итоги этой недели, не можем не обсудить сбитие Украины кинжала. Вот в Российской Федерации, кстати, через неделю уже после сбития, получается, буквально на мень, подумали-подумали, почесали затылок и все-таки разразились заявлением о том, что невозможно это, и не верят они, что такое могло произойти. Вот федеральное агентство РИА утверждается ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны оккупантов, что американский патриот сбить кинжал не мог, не может он якобы перехватывать цели на такой скорости. Однако уже и показали обломки этой ракеты, и видео есть, и журналисты, все, кто хотел, могли бы приехать своими глазами посмотреть, и американцы подтвердили. Почему продолжают отрицать, даже при таких доказательствах, и что может означать такой успех в плане работоспособности Патриота? То есть для США это ведь тоже, ну как повод для гордости, насколько я понимаю, для американского военпрома того же. Я думаю, что это очень круто, потому что действительно никто не знал, способен ли Патриот сбить кинжал или нет. Теоретически все говорили, возможно, а практически, потому что действительно гиперзвуковая ракета, хотя я напомню нашим слушателям, что это такая, то есть она действительно существует, в отличие от многих вещей, которым Путин хвастается, ну вот как танк Армата, который вроде на параде есть, а в бою его нигде не видно. Или какие-нибудь там ракеты Гермес, которые якобы испытывались в Сирии, ну, которыми должны стрелять вертолеты, и которых что-то нигде не было. Нет, Армата не было на этом параде, на предыдущем параде она типа была. Вот, а кинжал – это было такое бытиковое оружие, которое подвесили Искандер под брюхо истребителя-перехватчика МиГ-31. Каково и МиГ-31 к этому кинжалу, вернее, к этому Искандеру, ну, так же приспособлен, как, воспользуясь замечательными словами Романа Светана, как вот если бы Мерседес запрягли в телегу. Вот, соответственно, этот Мерседес с этой телегой летает. Не очень хорошо, насколько я понимаю, несколько раз при посадке там бился, что-то такое происходило. Сделали их, я имею в виду МиГ-31, которых переделали под кинжал, то ли три, то ли пять. Практически очень мало этот кинжал применяли, хотя несколько раз действительно во время войны было. Причем таким странным бонусом было, что действительно раз, один раз он, насколько я понимаю, в Венеции попал в цель, и там было много руганий, потому что он угодил, в общем, в ПВО куда не надо, то есть там стояли отпорные матюги. А другой раз этот кинжал просто прилетел бог знает куда, то есть было понятно, что у него система наведения на этот раз не сработала. Значит, теоретически он действительно развивает гиперзвуковую скорость, но не за счет того, что называется, как это по-русски, скрамджет это называется по-английски, также это по-русски филолог проклятый, а прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Вот, господи. В общем, это такая штука, у которой турбины нет, у компрессора, простите, у которой компрессора, соответственно, нет. И вот просто силой воздуха все это крутится, соответственно, это работает только на очень больших скоростях, и, соответственно, у этого есть свои плюсы, у этого есть свои минусы, но самое главное, что никакого скрамджета у кинжала нет, то есть то, что обычно ассоциируется с гиперзвуковыми ракетами, а в данном случае, но скорость у него действительно на каком-то этапе гиперзвуковая есть, потому что если летит истребитель-перехватчик, да еще на форсаже, и запускает Искандер, то совместно, по законам сложения, получается довольно большая скорость, и считалось, что вот эту штуку нельзя перехватить. Но, во-первых, ее было очень мало, вот ровно потому, что это, вот у Путина все его фундервафли делится на две разновидности, одни, которые вообще не существуют, а другие, которые существуют, но в количестве нескольких изнательных. А вот кинжал принадлежит к последнему. Как выяснилось, он действительно существует, согласитесь, это уже не было важно. А мы могли считать, что это не факт. Но я считала как раз, что это факт. А второе, что оказалось, что, во-первых, он не так хорош, а во-вторых, что, как я уже сказала, его мало, ведь это же очень интересно, что пустили один кинжал. Типа вот было задумано так, один дрон, один кинжал, купол на купол. И вот второго-то что, не было? Вы тоже придерживаетесь версии о том, что запуск кинжала это была реакция на атаку дронов по Кремлю? Ну, слушайте, его запустили через сутки, минуту в минуту. Не, просто, если говорить о том, что атака дронами по Кремлю могла быть провокацией, собственно говоря, со стороны Российской Федерации, то даже, то есть вы считаете, неважно, кто запустил этот дрон, атака кинжалов должна была показать внутреннему потребителю, ну, как бы, всему миру, что это месть, значит, за атаку по куполу дворца? Я считаю, что это была очень нерасчетливая реакция Путина, то есть он вскипел, и более того, там, те люди, которые запускали дрон, ровно на эту реакцию рассчитывали, и не запускали этого дрона ровно до того, пока в Украину не приехал Патриот. Потому что Путина, вот, было просчитать на раз-два-три, ему прилетело по куполу, и в ответ должно было прилететь по куполу. И, соответственно, дрон по куполу Сенатского дворца, ну, полностью опозорил Путина. Мне, как-то, честно говоря, не кажется, что он сам себе стрелял по купольным яйцам, но я не считаю, что это вот такая вот принципиальная вещь в данном случае. А, как бы, таким образом, вот, злодумка всей этой истории была действительно выполнена на 100%, потому что сначала прилетело Путину, и все это увидели, а потом еще раз оказалось, что он ничем не может ответить. Это была очень сильная история, соответственная для Запада, потому что, ну, собственно, мы видим, что Украина каждый раз расширяет границы возможного, и показывает, что красные линии, которые Путин нарисовал, на самом деле ничего не стоят. Потому что ведь, говорила же американская разведка Украине в феврале, не наносите ударов дронами по территории Российской Федерации, не наносите, и тогда мы видим, что не нанесли, видимо, потому что не было Патриота. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение, действительно ли удар кинжалом был ответом на атаку дронов по Кремлю, будет интересно почитать, попробуем обсудить с следующими гостями. Мы будем двигаться дальше, давайте теперь о Пригожине, которого вы косвенно уже затронули, ну, открыто и сглая. Тогда уж я добавлю, еще раз, я не считаю, что в данном случае это суперпринципиальная вещь, но просто мне кажется, что когда Путин так очевидно обделался, причем два раза обделался, и так красиво его сделали, то рассказывать, что это он сделал еще себе сам, это вот не совсем, как бы сказать, ну, вот это как Путин, который все время рассказывал, что там Литвиненко отравил себя сам, Политковская убила себя сама, вот это вот такая немножко парноидальная конструкция, я понимаю, что во время войны противнику хочется приписать все, то есть, да, он выстрелил себя и так два раза, но, честно говоря, мне кажется, что это не очень, как бы это сказать, не очень продуктивно. Об этом тоже, друзья, ваше мнение в комментариях, нет, нет, Юля, смотрите, я же не утверждаю ничего, я общался с разными людьми, опять-таки, на YouTube-канале Дмитрия Гордона, и, между прочим, Роман Светан тоже говорит о том, что, ну, вот он проанализировал все, он даже сказал, что этот кинжал нельзя было запустить так быстро, что подготовка к запуску занимает несколько дней, то, что его запустили в течение суток, ровно через сутки, даже время было одинаковое, с моментом удара дрона по Кремлю, уже может свидетельствовать о том, что эта операция была спланирована, ну, раньше, чем за сутки, соответственно, из-за этого можно предположить, что атака была спланирована российскими там специалистами. Еще раз повторяю, да, я прекрасно понимаю, что я тут вот в осиное гнездо вступаю, и Роман и на моем канале это говорил, и я с удовольствием его об этом спрашивала и расспрашивала, и Роман Летчик, я филолог, ну, как бы вам сказать, ну, все-таки согласитесь, мне кажется, что, ну, я понимаю, что российская армия не в очень хорошем состоянии, но вот, что российская армия не может запустить ракету в течение суток в ответ на что-то. Как же они, бедные-то, собирались тогда ядерную войну с Америкой-то в 70-х еще при СССР выводить. Тоже надо было этот там, ребята, вот у нас тут прилетела ядерная ракета, так у нас тут бумажка, туда бумажка, туда поехала, туда поехала, давайте, значит, вот это у нас тут сутки нужны. Это мне напоминает, правда, это не в мою пользу, рассказ одного моего приятеля, который однажды взлетал где-то на Урале с военного аэродрома, ну, у него был частный самолет, и он выяснил, что он не может залететь в темное время суток. Он спросил, а как же, а это был самолет стратегической авиации, кажется, они там взрывали, там что-то перехватывали, вернее, не самолет, а аэродром стратегической авиации, они должны были что-то перехватывать. Он говорит, так, ребята, а почему? Они говорят, а у нас тут лампочек нету, которые вдоль светлой полосы. Посмотрел, говорит, слушайте, у вас военный аэродром, а если самолеты натовские прилетят, то как это вы будете говорить только, пожалуйста, в светлое время суток? Но вот тем не менее, я думаю, что все-таки не до такой расти. Окей, друзья, опять-таки, то есть вы услышали разные аргументы, напишите ваше мнение в комментариях, будет интересно его услышать. Давайте перейдем все-таки к главному ньюсмейкеру последних дней, военному преступнику Пригожину. Он уже открыто издевается просто над министром Шойгу. Вот буквально... Да над Шойгу-то ладно, над счастливым дедушкой. Да, и над Путиным тоже. Давайте пойдем по субординации от низу вверх. Из последнего, да, обращение его официально с подписью, письмо Шойгу, мол, приглашение приехать в Бахмут. Пригожин похвастался, мы удерживаем там чуть ли не 95% в территории города. И вот дальше цитата, что учитывая ваш многолетний опыт ведения боевых действий, то есть обращение такое идет к Шойгу с подковом, да, мол, приезжайте. Ну, паса в сторону Шойгу, со стороны Пригожина уже было просто миллион. С одной стороны, вот Аббас Галямов, интервью с ним новое, можно тоже посмотреть на YouTube-канале Дмитрий Гордон, утверждает, что реагировать с точки зрения политтехнологии на такие вещи нельзя никак тому же Шойгу. Но с другой стороны, уже так просто в медиаполе унижает министра обороны Евгений Пригожин, что какой-то ответ вроде как и напрашивается. Каким он может быть? Или в итоге проглотит и это? Нет, смотрите, министр обороны уже пройденная ступень. Это уже даже неинтересно. Кстати, насколько я понимаю, последнее, что я видела, может, там уже было после этой бумаги, потому что Пригожин генерирует вот эти вот информационные поводы, ну, примерно с такой же скоростью, как там Россия запускает беспилотники-шахеды. Не успеешь оглянуться, а уже пять штук в воздухе. А так вот, последнее, чего я видела, это было маленькое обращение Пригожина, где он рассказывал, как, значит, бежала, ну, в очередной раз рассказывал, как его предала армия, бежала вот эта вот 72-я, если я не ошибаюсь, бригада, я могу сейчас перепутать. Все верно, да, 72-я. Да, вот, потому что там, насколько я понимаю, есть сильные разногласия по поводу того, кто все-таки бежал, вагнеровцы или 72-я бригада. Руслан Любеев вроде бы говорил, что как раз бежали вагнеровцы, а 72-я бригада просто полегла, две роты. Но это несущественные разногласия. Понятно, что вот как говорила английская королева по этому поводу, the recollections may vary. Да, ну, вспоминания расходятся. Мы во время просто постправды еще живем, Юля, тут не важно, как оно на самом деле. Главное, как бы во что поверят в итоге. Не-не-не-не, оно как раз очень важно. Я, знаете, вот я такой старомодный человек, я считаю, что все-таки то, что оно было на самом деле, важно. А то, во что люди верят, это как бы тоже отдельная реальность, которая тоже заслушивает описание. Но вот взаимодействие между этими двенареальностями и, собственно, является предметом моих неуклонных студий и как историка, и как писателя, и как журналиста. Так вот, возвращаясь к Пригожину, все-таки Бог с ним с Шойгу, на Шойгу, на Герасимова, на всех этих. Он прыгал еще много месяцев назад. Тогда казалось, что ему Путин дал отмашку. И тогда казалось, что если он возьмет Бахмутца, то типа все у него будет хорошо. Но поскольку он Бахмут не взял, то мы видим вот человека, который, особенно счастливый дедушка, что это означает? Это означает несколько очень важных, серьезных вещей. Первое. Пригожин, скорее всего, знает о здоровье Путина что-то, что не знаем мы. Ну, вероятно, то, что знает Кирилл Буданов, когда говорит, что Путин в терминальной стадии рака, и профессор Соловей, который на моем канале говорит, то же самое. Вот вчера у нас был очень веселый по этому поводу разговор. Я не могу сказать, что я не доверяла этим историям, но вот поведение Пригожина для меня это такой очень серьезный симптом, что, скорее всего, это правда. Потому что я понимаю, что Пригожин человек падкий на пиар и склонный бросаться фразами, но вот слово «счастливый дедушка», слушайте, но это же все-таки Путин, который защищает там мельчайшую оппозицию, который Навального отравил, который 25 лет дает. И тут, значит, счастливый дедушка и законченный чудак на буквы. Не, ну Пригожин сейчас прикрывает существенный отрезок фронта. Его, наверное, ликвидация была бы выстрелом себе в ногу. То есть с ним так, как с Немцовым, наверное, не поборешься. Слушайте, когда у Путина речь идет о власти, он забывает все остальные вещи и, видимо, Пригожин считает, что это действительно невозможно. А вторая вещь заключается в том, что, ну, очевидно, Пригожин намеревается спасти Вагнер для грядущей гражданской войны. И, собственно, то, что он говорит, это заявка на президентское кресло или на кресло, точнее, диктатора, кто какой там, Господь своим президент. Это заявка на статус полевого командира, который победит в будущей гражданской войне. Потому что, ну как, человек... Ведь когда война проиграна, тогда и начинается все это. Нас подставили, выстрел в спину. Вот покойный Шикри Грубер как раз это в Майнкаунфе объяснял. Это был выстрел в спину. Только у него выстрел в спину нанесли немецкие коммунисты, которые подняли восстание. А тут выстрел в спину наносит непосредственно генеральный штаб. И, между прочим, я вот просто обращаюсь к Первой чеченской войне, где среди солдат будет страшно распространено подобное настроение. Никто из них не рассказывал. И среди младших офицеров никогда не рассказывали, что, типа, это они плохо выявали, это чеченцы хорошо выявали. Нет, это был выстрел в спину. Их предали. Вот как звучит слово «их предали», так это значит, что на фронте дело швах. Напомню, что еще выступление началось. Но это значит, что Пригужин все очень трезво оценивает. Он понимает, что вот он попал в мясорубку с одной стороны Герасимов, который не дает ему идти, с другой стороны заложный, который его стирает. Это уже не зэки, это уже коренные вагнеровцы. Коренные вагнеровцы ему нужны для будущей гражданской войны, потому что у него нет другого способа поднять свой статус и закрепить этот статус, кроме как с помощью вагнеровцев. Кроме того, я же все-таки еще надо не забывать, что вагнер, он построен на такой исключительной жестокости. В том числе и благодаря тому, что контингент такой. Все-таки понятно, что люди, которых вы забрали из СИЗО, или, простите, из колонии, они не очень склонны воевать. Они действительно, как нужен, могут в любой момент перебраться на украинскую сторону. И, соответственно, кувалду в качестве воспитательной меры или хотя бы контейнер в качестве воспитательной меры. Я напоминаю, что послан Владимира Осечкина там мельчайшая единица наказания вагнере – это отправить на контейнер, потому что, ну, как подразделение находится вне всяких законных рамок, соответственно, ну, что вы будете делать с любыми нарушителями. Ну, вот вы отправляете его в этот контейнер, и там он мечется, потому что, ну, вы же не можете его издать на гоуптвахту. У вас нету гоуптвахты в силу того, что вы являетесь незаконным вооруженным формированием. И в прокуратуру тоже вы не можете сказать, слушайте, вот этот там, вот этот чувак отказался убивать пятилетних детей. Ну, как-то даже российская прокуратура, я не буду знать, по какой статье заводить дело. Вот, и, соответственно, вот он понимает, что его ресурс кончается. Ему этот ресурс нужен ввиду того, что он понимает, наступает в Россию. И это, собственно, такой главный тейк из поведения Пригожного. На этой неделе, кстати, любопытно вышел материал проекта «Система», опубликованная на настоящем времени, о том, как журналист звонил в рекрутинговый центр Вагнера. Видели? К целу своему нет. Где-то видела. На самом деле два момента очень забавных, ну, как забавных, интересных. Значит, там звонит журналист и пытается, ну, максимально нагнетать уровень, то есть, что он такой вот маргинал, и возьмут его или не возьмут. Он все время повышает, вот этот повышает градус. В итоге он сказал, что он был, у него непогашенная судимая за сбыт наркотиков. У него татуировка со свастикой. В розыске он сейчас находится за разбой. И документов у него с собой нет. Ему сказали, все равно приезжай, значит, в подразделение, где они тренировочные, в этот лагерь, там на месте тебе все сделают. То есть, вот уже получается, грубо говоря, на, ну, из-за того, что нехватка людей, то есть, уже готовы брать, ну, не просто за... Я не знаю, как раньше набирали Чувыкова. Алексей, по-моему, это журналист зря. Это ценный кадр. Если бы он сказал, что он ботаник, и у него степень доктора философских наук, то вот я думаю, что тут бы ему могли отказать. А в розыске за разбой, ну, просто, значит, парень подтвердил свою квалификацию. Вот, не знаю, как раньше набирали, но сейчас видим, да, что абсолютных уже, ну, с абсолютными девиациями людей готовы брать. И вот еще там один любопытный момент. Я вам должна сказать одну очень печальную вещь. Частные военные компании во все века в мире, они состояли, как бы это сказать, там, ну, все-таки не из докторов философских наук, а действительно из людей, разыскивавшихся за разбой. Если вы думаете, что армия герцога Сфорца, который был частный наемник в Милане, и который, естественно, стал герцогом миланским, потому что дураков нету, или известного товарища, которого звали Валенштейн, одна из самых знаменитых частных армий, предмет известной трагедии Шиллера. Если вы думаете, что они вели себя по-другому, то, в общем-то, даже из шиллеровской трагедии видно, что примерно так же. Продолжение следует...